Однократно подчеркиваю, что деятельность наблюдательной миссии ЕС в Армении подчинена задачам геополитического противостояния с Россией. О каком-либо вкладе в нормализацию отношений между Баку и Ереваном речи, конечно, не идет. От миссии ЕС в двусторонних отношениях, по-моему, только заискрило. Никакой панацеи от столкновения на армяно-азербайджанской границе миссия, конечно, не стала. Лишний раз все это подтверждает наши оценки, что одним из основных механизмов деэскалации должна стать работа двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. И мы приветствуем ее очередное четвертое заседание, оно состоялось 12 июля после долгого перерыва, и подтверждаем готовность оказывать консультативное содействие сторонам. Появление, кстати, канадцев в Армении подтверждается со всей очевидностью, что полностью утративший внешнеполитическую самостоятельность Евросоюз занимается обслуживанием, безусловно, вот именно это слово, обслуживанием интересов США и НАТО. Вполне это объясняет, зачем ЕСовской миссии в Армении, которая насчитывает около сотни человек, понадобилась пара канадских специалистов. И что это за специалисты, мы тоже догадываемся. О специфике канадского миротворчества мы хорошо осведомлены. Именно вот такие специалисты из Канады с 2015 года активно готовили украинских боевиков в рамках операции «Юнифайр». А что касается вопроса о контактах армянских официальных лиц с Пентагоном, то видим, что страны НАТО, включая США и Турцию, проявляют повышенный интерес к Южному Кавказу. Уверены, что вовлечение альянсов в тела региона принесут дестабилизацию и отодвинут полноценное, полноформатное, полнокровное мирное урегулирование надолго.